Всем привет! Меня зовут Дмитрий Шимко и в данном ролике я расскажу о знаке водолея в 2017 году. Гороскоп для водолея. 2017 год это год красного огненного петуха. Для водолея он очень нестандартно раскрывается, то есть креативного и человека с нестандартным мышлением год заставит быть нормальным или обычным. То есть даже я бы сказал степенным. Как и весь ход года для водолея это такая степенность. Почему-то водолей становится более педантичным, прагматичным, расчетливым, перестает рисковать, делает все постепенно. Начинается время придирок, конкретики, критического мышления, недовольства своего, может быть, которое будет вызывать конфликты. То есть водолей как бы становится не самим собой в 2017 году. Как-то необычно он себя ведет очень. И это заметят многие, у кого в окружении есть водолеи. И если вы таковым являетесь, то вы сами почувствуете в себе такие интересные изменения. То есть все бурные события, которые будут происходить у других зодиакальных представителей, вас как будто бы не коснутся. То есть такое впечатление создаться, что вы сами себе ставите какие-то ограничения или рамки, или меняете свое мировоззрение ровно для того, чтобы что-то в себе внутренне изменить. Ну вот так вот вы решили и все. Конечно же будут и обстоятельства. Конечно же будут обстоятельства, которые вас к этому будут сподвигать. Но это не значит, что это плохо. Это может быть и очень даже положительная сторона у вас раскроется. Вот это повышенное внимание к каким-то мелочам позволит, например, более тщательно выполнять какую-то работу. Более серьезно относиться к какой-то работе. Более стратегически, дальновидно. То есть не так, как всегда поверхностно, быстро. Вот этот год такой умеренный, можно так сказать. Естественно, это не коснется каждого из водолеев, потому что стоит рассматривать каждую дату рождения индивидуально. Но я попозже в этом ролике еще по годовым знакам по водолею пробегусь. Сейчас пока общие такие положения года. Но вообще водолей почувствует, наверное, такую, скажем, эффективность работы в 2017 году. То есть я бы даже сказал способность достигать поставленных целей. Как бы это не звучало слишком просто, но именно цели начатые, ну они уже даже с конца 16-го года идут. И в начале 17-го поставленные цели водолеем, они степенно достигаются к концу 17-го года, начало 18-го. То есть это как такой тактический ход. То есть естественно, что следующий год совершенно другой, с совершенно другими влияниями. Я имею в виду 18-й год. А вот петух заставит, вот на водолею он влияет вот таким вот образом, как правило. Планомерно, целеустремленно, не спеша, четко, все рассчитано, распланировано. Вот так вот. С повышенным вниманием к разного рода деталям, продуманностью действий и так далее. То есть вот такие вот это основные тенденции для водолея. Также хотелось бы заметить, что вот тот творческий и креативный подход, которым, как правило, водолея пользуются и владеют. Но это как рекомендация. Его, наверное, стоит все-таки будет отложить на какой-то более благоприятный или поздний период времени. То есть водолеи сами поймут, в какую энергию течения они попали, что вот этот сумбур, креатив, нестандартное мышление, оно сейчас как будто бы неуместно. То есть все нужно делать как все. Как все, влиться типа в коллектив. Ну, конечно, вы можете быть и совершенным одиночкой, но при этом все равно делать как-то все очень педантично, так вот расчетливо. Так, так что новаторство в этом году это не совсем ваш конек. Я бы даже сказал, что вот проходящий вот этот перекрест водолеи через петуха, это он вас даже загоняет в какую-то консерву. То есть как будто вы становитесь таким неким консерватором, таким надменным, степенным, все рассчитываете, рассматриваете. Это вас не интересует, это не интересно, вот вам важно только вот это. То есть вот примерно вот такой вот подход. Консервативные методы работы, да. Но там, кстати говоря, наиболее благоприятный период все-таки идет к концу года, точнее даже с конца лета, начало осени, когда все это, скажем, такой вот прагматичный подход начинает потихонечку разрушаться. То есть как будто бы осенью вы опять становитесь таким динамичным весельчаком, то есть веселым, оптимистичным. Вот немножко спадают эти рамки, но вы придете уже к какому-то результату, к осени. Возможно, вам и не захочется меняться и становиться прежним вообще. Также, конечно, не рекомендуется, у вас тут вот показатели такие идут, траты, особенно в первом полугодии, конечно, не рекомендовал бы я тратиться на что-то, особенно в вопросах недвижимости касается. Так как пройдет буквально полгода, вы поймете, что это более благоприятно можно осуществить, причем в более таком выгодном варианте, что ли. То есть, допустим, в марте вы планировали какую-то комнатку купить или там квартирку, а осенью у вас появляется возможность уже более широкую, то есть с большим количеством комнат приобрести квартиру. То есть все очень быстро меняется. Динамика терпения. Петух всегда организовывает человека, готовит его к терпению, к мелочам, по чуть-чуть, к немасштабным каким-то большим проектам. Так. Да, но про здоровье я тут особо акцентировать не буду. Конечно, те водолеи, кто болеют, они будут болеть. Потому что тенденции 2014 года перетекают в 2017, то есть 2014, 2015, 2016, 2017. Вот эта вот общая трехлетка закольцованная, она продолжает те тенденции. Особых таких вот прямо не видно приступов, но это обычно по персональному гороскопу я смотрю, когда пики болезни какие-то возникают. Здесь это практически бесполезно об этом говорить. Так, ну, еще что сказать. Но сейчас, пожалуй, да, по части личной жизни. Вот здесь гораздо интереснее ситуации. То есть многие водолеи захотят внедряться в какие-то чужие семьи. Ну, например, мужчина-водолей захочет отбивать женщину у какого-то другого мужчины или семьи. Что вот очень интересный такой подход. Опять, вроде это в стиле таком водолейском, но эта составляющая жизни не отшибается. То есть вообще лирические вот аспекты этого года, 17-го, они идут на том же уровне, как предыдущие годы. То есть водолей, правда, он становится уровнем выше, у него другой мировоззрение, но личная жизнь как-то вторична. Хотя это не значит, что у вас нет никаких очень ярких пиков в личных отношениях. Меня просто часто спрашивают в комментариях, задают вопросы, почему я так мало уделяю вопросам личной жизни. Ну, потому что основные тенденции года уловить можно в основном по самореализации, по тому, куда человека тащит жизнь. А личная жизнь это вторична. То есть я это с удовольствием рассмотрю на личной консультации детально, где можно будет понять, что именно у вас происходит. Потому что огульно говорить обо всех, это и так дело неблагодарное, в принципе. А если еще и личную жизнь брать, что вы точно женитесь, точно разведетесь, это не очень, ну, не совсем по мне, скажем так. Поэтому, ну, тут даже как-то в этой цикличности для петуха водолей проходит в большей части в самореализации и в изменении мировоззрения в целом. Чем через какие-то там сердечные дела. Так, ну, сейчас я по годовым знаком пробегусь. Значит, водолей-крыса. Здесь к вам очень многие будут обращаться в этом году за какой-то помощью, за бескорыстной помощью. То есть, конечно, ваш личный успех будет зависеть от того, сколькими людям вы помогли и сколько добра, скажем, метафорически вы совершили в этом году. Конечно же, вам будет это возвращаться с большим таким притоком в дальнейшем. Но просто вы заметите, что 17-й год к вам почему-то тянутся люди и просят именно у вас какой-то помощи. Чтобы именно вы способствовали продвижению, ну, и абсолютно разным сторонам жизни других людей, близких людей, незнакомых людей в том числе. Дальше. Водолей, рожденный в год БК. Вот здесь вот по здоровью я бы, конечно, сделал акцент, потому что больше часть года идет вот цикличность здоровья, то есть попадает так или иначе. У кого-то это психосоматически, у кого-то в физическом плане заболевание. Ну, то есть каждый проецирует на свою жизнь, но это могут быть как операции какие-то, операционные вмешательства. А вообще водолей-бык в этом году становится несколько отстраненным. Ну, вот то, о чем я говорил в начале о водолеях, то есть смена мировоззрения. Вот водолей-бык как будто попадает в эту как раз степенность, то есть может быть как-то более отстраненно себя чувствует в обществе. То есть почему-то меняет свои взгляды, он уже не так думает, как думал в том году. Либо наоборот скачет с одного мнения, на другое мнение. Какой-то год потерянности, правильно, потому что год петуха он обычно стабилизирует. Это такая некая переходная точка в новое качество уже к 2018 году. Дальше. Водолей, рожденный в год тигра. Ну, здесь надо аккуратно быть в общении с каким-то одним человеком. Возможно, это может быть ловушка. Если это не личные отношения, это может быть в деловой сфере, в дружеской сфере, неважно. Тот человек, которому вы прониклись доверием и полностью, скажем, могли ему доверять, может себя как-то нестандартно проявить. И вы это можете даже счесть за предательство, например. Или просто за прекращение отношений с этим человеком. То есть, вот такой поступок может произойти, такая кошечка между вами может пробежать. Дальше. Водолей, рожденный в год кота или кролика. Здесь, конечно, вопрос коммуникации. Очень важный вопрос коммуникации. То есть, в этом году надо налаживать отношения, которые были разорваны. В прошлом году, в позапрошлом, 5 лет назад, 10 лет назад, это уже не имеет значения. Из прошлого идут звоночки. То есть, те люди, с которыми вы как-то, может быть, плохо расстались. У вас появляются замечательные возможности наладить отношения с ними, скоммуницироваться, чтобы их не разрушать дальше. Следующий у нас водолей дракон. Достаточно удачный год в целом. Особенно это касается финансов. Особенно это касается больших финансовых сделок. Крупных, я имею ввиду. Конечно, успех пройдет мимо и ударит их даже тыльной своей стороной, если вы захотите обогатиться чем-то неправедным. Или взять то, что плохо лежит. Но вот те, кто идет верным путем, но не нарушая, скажем, закон, есть все шансы очень неплохо подняться в финансовом плане. Дальше. Водолей, рожденный в год змеи. Стоит скинуть какую-то некую гордыню. То есть, отключить снова. Стать более душевным. Чтобы люди вокруг вас снова стали культивироваться. Чтобы снова вокруг вас было общество. Потому что в последнее время вы как-то отдалились от этого всего. Ну, нужно будет поступиться какими-то принципами во имя какой-то большой идеи в дальнейшем. То есть, тут вопрос опять-таки коммуникации. Как вы правильно будете выстраивать линию общения с окружающими. Далее. Далее. Удалее рожденный в год лошади. Но, как будто бы груз какой-то спадает в прошлых лет. Вы снова в седле. Вы снова на острие событий. Здоровье здесь нужно будет обращать внимание. У каждого своя тема. Она просто может в какой-то момент, например, в летний период, вышибить вас из общности событий. Но, в целом, год по цикличности, если смотреть, он все-таки вас немножко приподнимает. Потому что, в отличие от предыдущих лет, здесь какой-то такой конек есть мощный, вброшен уже в будущее. То есть, как будто бы вы снова находитесь на острее событий. Вас снова заметили. Вот примерно так. Далее. Удалей рожденный в год козы. Достаточно резко будет меняться характер, точнее настроение данных представителей, через петуха проходя. Резкие перепады настроения. То человек становится внезапно деспотом, тираном, жестким. То, наоборот, смягчается. То есть, это может сказаться на психосоматическом вообще полном состоянии человека. Поэтому, немножко нужно смягчить критичность, помягче относиться к людям, сглаживать углы. Вот на этом построен год, в принципе. Дальше. Водолей, рожденный в год обезьяны. Ну, здесь люди, прошедшие год обезьяны, уже прошлый, 16-й, понимают, что что-то уже идет не так, как шло последние 12 лет, скажем. То есть, вот эта точка перехода с обезьяны на петуха, 16-го на 17-й год, дает точку 1. Из нулевой точки 1. То есть, водолеи, рожденный в год обезьяны, начинают что-то с нуля. Это очень важные, кстати, позиции в жизни. Теперь сомнения можно откинуть прочь, раскрепоститься немножко, выкинуть всю нерешительность. И вы почувствуете, как вы притягиваете к себе необходимые энергии, то есть, события, людей и так далее. То есть, вылезти из своей такой, некой скорлупы. Далее. Водолей, рожденный в год петуха. Здесь такая, как бы, две дороги. Работа и семья. То есть, конечно, рекомендации года больше возвращаться в семью, больше уделяйте внимания. Вы ушли в какой-то труд такой, вот, или озадачены какими-то вопросами, касающихся вашей карьеры, учебы, самореализации в целом. От вас потребуется участие в вашей семье. Дальше. Водолей, рожденный в год собаки. Не стоит идти на авантюры, переходить границы закона, рисковать в чем-то. Так как, любое неправедное дело может обернуться для вас, ну, повернуться в боком, скажем. Особенно это касается и личных отношений, то есть, личных отношений. Но, как бы, это правильно сформулировать. В общем, если вы мужчина-водолей, старайтесь найти девушку свободную, не нужно ее отбивать ни у кого. Проблемы могут быть вот в этом смысле. Потому что попадаете в общество людей, где вы можете нажить себе врагов. То есть, это можно спроекцировать и на карьерную составляющую. То есть, не разрывать чьи-то коллективы, не вносить какой-то свой креатив в какие-то коллективы. Не разобщать людей. То есть, как в личных отношениях, так и в деловых. Дальше. Водолей, рожденный в год кабана. Год непростой, тяжеленький, я бы сказал. Много рискованных моментов. Если вы за рулем, то очень аккуратно. Особенно май-июнь 2017 года. И вообще аккуратно во всем. Ну, скажем, как же правильно выразиться. Следить за техникой безопасности жизни, что ли. То есть, не рисковать. Потому что риски будут попадаться в этом году. А будут ли они уместны и не будут ли они граничить с физическим здоровьем человека. Вот это важное. Ну, на этом, пожалуй, все. Хочу лишь напомнить, что вы всегда можете ко мне обратиться за личной консультацией. Я пообщаюсь с любым из вас, из любой точки мира, если у вас есть скайп или телефон. Также можно ко мне приехать на личный прием в Москве. И именно по вашей дате рождения мы более точечно и детально разберем, рассмотрим весь ход вашей жизни по этапам. Где у вас личная жизнь формируется и семья. Где у вас деньги и карьера. Где у вас падения, где взлеты. То есть, более детально, в отличие от общего гороскопа, можно рассмотреть по вашей дате рождения и сориентироваться хотя бы по факту. И предостеречь себя от многих лишних шагов. Ну, на этом прощаюсь. Меня зовут Дмитрий Шимко. Мои контакты указаны в описании к этому видео. Либо можете меня найти просто погуглив, набрать в интернете Дмитрий Шимко. Всегда рад буду с вами пообщаться. Ну, я вам желаю удачи и успехов в новом 2017 году. Счастливо! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин